То, что я, скажем так, выстрадал, ну, не столько выстрадал я, сколько выстрадали все граждане страны за 30 лет разгильдяйства, бестолковых коррупционеров, преступников, мошенников и всех этих негодяев, которые топтали и уничтожали нашу страну. Значит, разница, Андрей, вот скажите, разница между парламентской страной и президентской республикой. В чем? Ну, да, очевидно, президент в президентской стране, последнее слово за президента, в парламенте. Да, правильно, то есть, вот у нас вот этот парламентарист, более 30 лет между здесь, уже вот здесь, а скоро будет вот здесь, у всех граждан нашей страны. И неважно, не окрарники, демократы, либерал-демократы, полные демократы, красные, ставшие розовыми, зеленые, ставшие сегодняшними желтыми и так далее. У нас, в чем прикол парламента, знаете, какой, в чем, это удобная форма правления для Молдовы. Потому что парламентарист хорошая вещь, но не в Молдове. Нам до него очень хорошо, до того парламентаризма, который есть сегодня в мире, да, в европейских странах. У нас все, кто руководили страной, понимают, что парламентская страна, это когда никто ни за что не отвечает. Президентская республика, это один конкретный человек, который отвечает за все. И неважно это, проблемы в коррупции, в сельском хозяйстве, в системе образования, здравоохранения, не строится железная дорога, кишневокнется, новую нитку построить еще 15 лет назад. Этим всему домом, говорят, а вот они не могли, они не решили, а вот мы придем, мы, мы, мы. Короче, ребят, этот бардак нужно заканчивать, поэтому я сегодня, вот, уважаемые граждане страны, ответьте, пожалуйста, в комментариях на вопрос. Вы хотите сегодня, чтобы у нас дальше была парламентская страна, или все-таки, чтобы у нас стала президентская республика? Потому что президент страны, как я говорил, в президентской республике отвечает за все. В парламентской никто ни за что не отвечает. Раз, два. Парламентская республика, еще раз, в Молдове, я подчеркиваю, я не выступаю против всех парламентских, но парламентская республика в Молдове, это, Андрей, как коллективный ремонт, знаешь? Когда все пошли делать ремонт, а в результате нету ни ремонта, ни квартир. Понимаешь? Вот это сегодня. Поэтому вот сегодня, ответьте, пожалуйста, вы хотите президентскую республику, человек, который отвечает за все, или мы дальше идем этой шатрой бездельников 101 человек, когда из которых, давайте признаем, во всех созывах, Андрей, было максимум 10-12 депутатов, которые постоянно что-то говорили, требовали, предлагали, реально решали. А остальные это люди, которые получают смс-команду, как голосовать. Это люди, которые просто мертвые, понимаете?